Всем привет! С вами канал Космостар. Илья Резник, советский и российский поэт, песенник, удостоившийся за заслуги перед мировой культурой звания народного артиста России. Вряд ли найдется человек, который не слышал песен автора и не любил их, поэтому творчество Резника занимает особое место не только в культуре страны, но и в сердцах ее жителей. Однако личную жизнь он свою смог устроить лишь в 60 лет. Будущий мэтр российской эстрады, родился весной 1938 года в семье еврейской национальности. Он был совсем малышом, когда началась Великая Отечественная война. Маленький мальчик пережил ленинградскую блокаду, а впоследствии вместе с семейством эвакуировался на Урал. Во время войны тяжело ранили на фронте отца. От полученных ран Леопольд Резник скончался. Мама довольно скоро вышла замуж повторно и уехала с мужем в Ригу. Новый супруг поставил женщине условие, либо семья с мужем, либо старый сын. Она выбрала первое. Илья Резник считал поступок родительницы предательством и простил мать только в зрелом возрасте. Сам мальчик тогда остался жить в Ленинграде с бабушкой Ривой Гиршевной и дедушкой Рахмеелем Самуиловичем. Кстати, дедушка и бабушка не просто взяли опекунство над внуком, а усыновили мальчика официально, поэтому Илья носит отчество Рахмеелевич, а не Леопольдович. Ближе к выпускному классу Илья загорелся идеей стать актером, так как очень любил театр. После школы парень подал документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, но провалился на экзаменах. В молодости Резник работал лаборантом в медицинском институте. Позднее выполнял обязанности электрика и рабочего театральной сцены и каждое лето вновь и вновь пытался стать студентом вожделенного вуза. Но только в 1958 году упорство Ильи было вознаграждено. Кстати, первые песни баллада о французской дуэли, «Тараканка» и несколько других Илья написал, когда учился в театральном институте. В 1965 году молодой актер вошел в труппу театра имени Комиссаржевской, много играл в различных спектаклях, но параллельно продолжал совершенствоваться в поэзии. А в 1969 году композиция «Золушка» на слова Резника в исполнении Людмилы Сенчиной стала популярной по всей стране. В 1972 году, почувствовав в себе силы, признание и востребованность, Илья Резник ушел из театра и сосредоточился исключительно на песенной поэзии. В тот же период биографии его приняли в члены Ленинградского союза литераторов. Огромный успех ждал песню «Яблони в цвету». Композицию пела София Ротару, а также автор музыки Евгений Мартынов. Его исполнение получило первую премию «Золотая лира» на чехословацком вокальном конкурсе «Братиславская лира». Это был первый случай, когда советская песня удостоилась такой высокой награды. «Яблони в цвету» также принесли Илье Резнику признание и на российском телевизионном шоу «Песня года». Впоследствии Илья Рахмейлевич будет лауреатом ежегодного конкурса еще около трех десятков раз. За годы творчества Резник сотрудничал с такими великими композиторами, как Максим Дунаевский, Раймонд Паулс, Владимир Фельцман. Песни на слова поэта исполняли Михаил Боярский, Ирина Понаровская, Владимир Пресняков, младший, Тамара Гверцители, Николай Караченцев, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкули и другие артисты. Любители российской музыки хорошо знают композиции Азизы Санкт, Петербург и Возвращение, Эдиты Пьехи «Я люблю этот мир». Резник писал целые альбомы для Татьяны Булановой, Дианы Гурцкой, Елены Ваенги и других современных музыкантов. В 1972 году Илья Рахмейлевич познакомился с тогда еще только начинающей певицей Аллой Пугачевой и подарил девушке песню «Посидим, паокаем». С этой композицией Пугачева стала одним из лауреатов Всесоюзного конкурса артистов эстрады и получила право представлять Советский Союз на международном фестивале в польском городе Сопоте. Тандем двух музыкантов оказался невероятно успешным. В репертуаре Примадонны появлялись такие признанные хиты, написанные поэтом, песенником, как «Маэстро», «Балет», «Годы мои», «Без меня», «Фотограф», «Старинные часы», «Три счастливых дня» и другие. Долгое время вершиной своего творчества Илья Рахмейлевич считал написанную для Пугачевой мощную песню «Скупимся на любовь». В 1996 году произошла грандиозная ссора двух друзей Ильи Резника и Аллы Пугачевой. Позже мужчина признался, что разругались они из «за денег». Выручка с продаж последней коллекции хитов на стихи поэта составила 6 миллионов долларов. Мужчина считал, что часть денег Примадонна должна отчислить ему, но певица отказалась. Тогда Резник подал на Аллу Борисовну в суд, который обязал исполнительницу выплатить Илье Рахмейлевичу 100 тысяч долларов. Пугачева выполнила условия, но обиду на друга затаила. Помирились Алла Борисовна и Илья Рахмейлевич только в 2016 году на вечере Раймонда Паулса. Нужно сказать, что актерское образование для Ильи Резника не оказалось лишним. Он много играл на театральной сцене, в том числе в авторских спектаклях, и снимался в кино. Первым фильмом, в котором Илья появился как актер, стала известная комедия «Приключения принца Флоризеля», где Резник изобразил преступника в инвалидной коляске. Позднее он снимался в мюзикле «Пришла и говорю», сценарий для которого написал сам, в мелодраме «Московские красавицы», новогоднем фильме «Только раз» и комедии «Бриллианты для Джульетты». Появился Илья Рахмейлевич и в художественном ремейке «Карнавальная ночь» 2 или 50 лет спустя. С молодых лет поэт Илья Резник пользовался успехом у женщин, но долгое время оставался холостяком. Однако карьерные устремления все же не стали причиной отказаться от похода в ЗАГС. Впервые мужчина женился в 30-летнем возрасте. С первой супругой Региной он познакомился на гастролях. Девушка была его младше более чем на 10 лет, но это не помешало молодоженам создать хорошую семью. После свадьбы Регина работала заместителем директора Ленинградского театра эстрады, а позднее играла на театральной сцене. В этом браке у родника родились двое детей, сын Максим и дочь Алиса, которая младше брата на 7 лет. Примечательно, что после развода сын остался жить с отцом. Второй официальный брак мэтр российской эстрады заключил в 1985 году. Избранницей поэта стала узбекская танцовщица и балетмейстер Мунира Аргумбаева. Через 4 года после свадьбы у четы родился сын Артур. В начале 90-х годов семья переехала жить в США, но в 1992 году Резник вернулся на родину, а Аргумбаева с ребенком остались в Америке. Официальный Илья и Мунира развелись только спустя 20 лет, хотя вместе больше не жили. Но в год своего 60-летия, получив документы, поэт снова устроил личную жизнь. Третьей женой автора стала бывшая спортсменка, мастер спорта по легкой атлетике, а сегодня – директор театра имени Ильи Резника и Ирина Романова. Разница в возрасте четы – 27 лет, но это не мешает семейному счастью. Супруги знакомы давно и много лет состояли в фактическом браке еще до свадьбы. Дело в том, что в советские годы Илья Резник получал хорошие авторские и деньги шли на сберкнижку. Поэт, песенник копил сбережения и думал, что на пенсии будет жить безбедно. Но дефолт, 1998 года уничтожил накопление. Тогда здоровье Ильи сильно подкосилось. Но он встретил Ирину, и женщина поставила литератора на ноги. С новой возлюбленной время для поэта повернулась вспять. В августе 2017-го поэт, песенник принял крещение в православной церкви в Крыму, а спустя год в этом же храме прошла торжественная церемония венчания его и Ирины. А в начале 2021 года творческая пара кардинально изменила жизнь, супруги переехали в Крым, где сняли домик. Это решение благотворно повлияло на Резника, он почувствовал прилив творческих сил вдали от московской суеты.